Валентина была в браке 15 лет. За это время она успела приобрести дом, машину и родить двоих детей. Её муж был человеком серьёзным и ответственным, много работал. «Я благодарна судьбе за то, что встретила своего мужа», — говорила она подругам. «Повезло тебе, Валя. Фёдор — прекрасный отец, любящий и верный супруг». Фёдор и Валентина были обычной семьёй. Они иногда ссорились, мирились, раздражались по пустякам. Но в целом жили сравнительно мирно. Валентина не была ревнивой. Она знала, что муж её любит. Сама также не давала ему повод для ревности. «И что-то ему ни разу не изменяло?» — спрашивала её подруга Виктория. «Ни разу. А зачем? Не вижу в этом необходимости», — отвечала Валентина. «Зачем? Спроси у нашей Алёны. Вон уже пятого любовника меняет. Никак не угомонится. До сих пор удивляюсь, как ей удаётся всё от мужа так долго скрывать. Зато она ходит в дорогие рестораны, шикарно одевается и ездит на новеньком автомобиле. Так ещё уметь нужно. Не знаю, девочки. По-моему, Валечка молодец. У неё муж не гуляка, безумно её любит и вряд ли, мне кажется, хотя бы раз ей изменял». Валентина отшучивалась, а сама вспоминала, как год назад её семейная жизнь изменилась. Тогда она случайно нашла переписку между Фёдором и некой Мариной. Как оказалось, они были вместе целых восемь лет. Был большой скандал. Валентина собиралась подавать на развод. Спасла всё та же переписка. В ней он откровенно говорил, что любит жену и детей и никогда их не бросит. А с ней встречается только ради снятия напряжения и смены обстановки. Конечно, отношения на тот момент у семейной пары уже испортились. О какой идиллии могла идти речь, когда утрачено доверие? Валентина долго не могла простить мужа. Некоторое время они жили отдельно. Помирились только спустя полгода. Об этом неприятном инциденте знала лишь мама и лучшая подруга Валентины – София. Остальные же видели перед собой идеальную семью. «Ну и как вы после этого живёте? Ты просто простила его?» – спрашивала её София. «Живём, как раньше. Простить простила, но не забыла. При любом скандале вспоминаю ему его Марину. Он жутко злится. Ну и плюс доверие подорвано. Каждый раз, когда Фёдор где-то задерживается, думаю, что он с кем-то проводит время. После того, как тайна Фёдора раскрылась, он стал более внимательным к жене. Старался баловать её. Засыпал конфетами, подарками и цветами. «Что же будет дальше?» – думала Валентина. «Как раньше муж уже не радует. Иногда не хочется его даже видеть. Успокаивает только, что любит детей и всё для них делает». Такое подавленное состояние Валентины видела только её мама. На людях же она старалась сделать вид, что всё хорошо. «Не переживай, родная. Всё наладится. Думаешь, твой папа мне не изменял? Верных мужчин – единицы. Твой не исключение. Подумаешь, оступился. Поддался соблазну. С кем не бывает?» Что-то его соблазн затянулся на восемь лет. «Подумай о детях. Он у тебя неплохой, нежадный, всё в дом. Прости и забудь». «Не могу не думать об этом. Милая, знаю, тебе нужно сменить обстановку. Найти работу или развеяться как-то. Увлекись чем-то, чтобы не было желания вспоминать прошлое», – советовала мама. Тогда Валентина ещё и подумать не могла, как одна случайная встреча всё изменит. Произошло это летом. Во время жуткой жары у Валентины сломался кондиционер. Она позвонила своей подруге Софии. «У меня сломался кондиционер. Фёдор сейчас на работе. У тебя случайно нет какого-то мастера знакомого? Может, знаешь того, кто занимается ремонтом?» «Ох, подруга, что бы ты без меня делала? Как раз такой знакомый есть. Записывай номер и звони». Валентина записала номер и уже через три минуты набирала его. В трубке раздался приятный мужской голос с лёгкой хрипотцой. От него у Валентины побежали лёгкие мурашки по коже. Мужчина, разговаривавший по телефону, оказался очень вежливым. Обсудив все детали вызова специалиста, впечатлённая приятным общением Валентина, повесила трубку. «Вот это голос! Ух! От него кидает то в жар, то в холод!» «Такое со мной было, когда впервые встретила Фёдора», рассуждала про себя Валентина. В назначенное время в дверь позвонили. Дети гуляли на улице. Валентина была дома одна. Открыв дверь, она увидела загорелого симпатичного мужчину с прекрасной спортивной фигурой. В его руках был небольшой чемоданчик с инструментами. «Ну-с, где наш больной?» – спросил молодой мужчина и вошёл в комнату. «Кто, простите? Где ваш кондиционер?» – заулыбался мужчина, продемонстрировав хозяйке свою идеальную улыбку. «Ой, да, простите, проходите, пожалуйста!» Войдя в комнату, мастер начал изучать причину поломки. Он тщательно осмотрел кондиционер и приступил к его ремонту. Валентина застыла от изумления. Её переполняли смешанные чувства. С одной стороны, её непонятно по какой причине жутко тянуло к незнакомцу. А с другой, она напоминала себе, что несвободна и должна быть благоразумной. «Ничего серьёзного, не переживайте. Сейчас подлатаем вашего больного, и он снова заработает, как новенький». Мужчина выполнил несколько манипуляций с оборудованием и открыл окно. Проверил состояние шнуров, прочность креплений и хотел было закрыть его, но случайно задел цветок. Не ожидая подобного напора, тот упал вниз и разбился на соседском парапете. «Простите, так неудобно получилось», – пытался оправдаться мужчина. «Я не хотел». Но Валентина даже не успела среагировать. Она находилась словно под гипнозом. «С вами всё хорошо. Оплата наличными или картой. Сделаю вам скидку за уничтоженный цветок». Валентина пришла в себя, забрала квитанцию и внимательно посмотрела на молодого мужчину. «Вот моя визитка. Если понадоблюсь, звоните. Здесь всё написано. С вами точно всё в порядке». Валентина посмотрела на визитку. Мастера звали Андреем. Она растерянно заулыбалась и протянула требуемую сумму. «Спасибо. Ну, всего хорошего вам». После ухода мастера Валентина ещё минут десять стояла, как вкопанная. Отрезвляющим для неё был голос сына. «Мам, можно мы сходим в соседский двор? Там Миша с моря вернулся». «Конечно, милый, сходите». Целый день Валентина находилась под впечатлением. Голос Андрея ещё долго звучал в ушах. «Что со мной такое? Вела себя, как идиотка. Это всего лишь мастер», – думала она. «Нужно срочно возвращаться к реальности». Не успела она прийти в себя, как в дверь позвонили. На пороге стоял Андрей и держал в руке горшок с драценной. «Дико извиняюсь. Вот принёс вам новый цветок. Ещё раз извините, что испортил ваш». «Ой, ну что вы! Не надо было». «Надо, надо, я виноват», – Андрей протянул горшок с цветком Валентине. «Вам больше ничего починить не нужно?» «Нет, спасибо, пока больше ничего не ломалось». «Плохо, точнее, хорошо, что не ломалось. Но тогда я пойду. Хорошего вам дня. И вам тоже». Андрей спустился вниз. Валентина ещё долго смотрела ему вслед. Он ещё раз обернулся и улыбнулся ей. «Так, всё. Мужчина очень милый, но хватит на него глазеть. Неприлично это», – подумала Валентина и закрыла дверь. На следующий день она шла из магазина с кучей сумок и продуктов. Увидела на остановке стоящий автобус и побежала за ним. Но водитель не стал ждать её и уехал. «Эй, стой!» – кричала Валентина. Одна из ручек пакета оборвалась, и на землю выкатилось несколько яблок. «Давайте помогу вам», – раздался знакомый мужской голос с лёгкой хрипотцой. Валентина подняла голову и увидела Андрея. «Я здесь по вызову еду, но могу подвезти вас домой». «Ой, ну что вы, не нужно!» – сказала Валентина, собирая рассыпавшиеся на дорогу яблоки. Андрей нагнулся и помог ей. Одно яблоко они взяли вместе. Их руки соприкоснулись. Почувствовав небывалую дрожь во всём теле, Валентина неспеша дёрнула руку. «Садитесь, я отвезу», – сказал он, обтёр оставленное Валентиной яблоко, и с аппетитом откусил от него кусочек. «Но если вам не сложно…» – Валентина замялась. В этот же момент Андрей забрал её сумки и уложил в свой багажник покупки Валентины. «Садитесь». Валентина послушно села. В этот момент ей хотелось закричать от счастья. Находясь в эдакой эйфории, она напрочь забыла о своём муже и детях. Почти до самого дома они оба болтали безумолку. Как оказалось, у них много общего. Подъехав к подъезду, Андрей помог Валентине выйти из машины и занести покупки домой. «Спасибо, что помогли мне», – расплылась в улыбке Валентина. «Не за что. Если вы не сильно спешите, я бы хотела угостить вас чашечкой кофе». Валентина немного помедлила. «Я бы с радостью, но у меня ещё много дел». «Ну что же, если это так, не буду вас задерживать». Андрей улыбнулся и скрылся за дверями лифта. «Какая я идиотка. Зачем соврала? Нет у меня никаких дел. Но, с другой стороны, не нужно мне всё это. А вдруг кто-то из знакомых увидит?» – рассуждала Валентина. На следующий день Валентина вела своих детей в летнюю школу. Это было частное заведение, которое работало летом. Там они проводили весь день, играли, ели, пели песни и изучали английский язык. Попрощавшись с ними, у выхода она встретила Андрея. Он держал за руку ржеволосого маленького мальчика лет семи. «Приветик!» – поздоровалась Валентина. «Не ожидала вас здесь увидеть. Я знаю почти всех родителей». «Привет! Мы здесь временно. Не с кем было его оставить. Ваш сын?» «Нет!» – заулыбался Андрей. «Племянник! Если не спешите, можем где-то выпить кофе». «Спасибо! Но в такую жару кофе мне как-то не хочется. Подождите меня здесь. Сейчас отведу ребёнка и что-нибудь придумаем». На этот раз Валентина не стала никуда спешить и решила подождать Андрея на улице. Через несколько минут он вышел. «Садись в машину. Хочу тебе кое-что показать». Валентина посмотрела на него и села в машину. Немного прокатившись по городу, они заехали в небольшое уличное кафе. «Останься в машине. Я сейчас». Не успела Валентина оглянуться, как к ней подошёл Андрей. Он нёс в руках два вафельных рожка с мороженым. «Это лучше, чем кофе. Пойдём прогуляемся». Андрей взял её за руку, и они пошли за угол кафетерия. Там была небольшая полянка и озеро. На берегу стояла деревянная лавка. «Ой, как здесь здорово!» Восторженно заахала Валентина. «Спасибо, что уговорил меня приехать сюда». «Я не очень-то и уговаривал. Сама же захотела прогуляться. Это ведь видно». С этими словами Андрей коснулся щеки Валентины. «Не нужно. Наверное, всё же ехать сюда с малознакомым мужчиной было ошибкой. Валентина убрала его руку и отсела на край лавки. «Наверное, ты меня не за ту принимаешь. Я не женщина лёгкого поведения. Я замужем. У меня дети. Неправильно всё это». Андрей подсел к ней поближе. «Я это понимаю, вижу и ценю. Но ведь тебя, как и меня, что-то притягивает. Не отрицай. Я это чувствую. Тебе показалось». Валентина встала с лавки и подошла ближе к озеру, развернувшись к Андрею спиной. «Нет, не показалось». С этими словами Андрей подошёл сзади и обнял Валентину за талию. В этот же самый момент Валентина развернулась и посмотрела на молодого мужчину. В её глазах читалась страсть, желание и страх. «Что я делаю?» – спросила Валентина, и они с Андреем поцеловались. С тех пор они стали встречаться с ним каждый день. Они ездили на природу, проводили время в гостинице, на даче и радовались каждой минуте. Им хотелось быть вместе. «Но ты даёшь, подруга. Никак от тебя не ожидала, а строила из себя святошу», – сказала Валентине София, когда та ей всё рассказала. «Прекрати. Тошно от всего этого. Сама себя ненавижу. Но он такой. Просто не передать словами. И что ты теперь будешь делать? Как же Фёдор, дети?» «А что они? Я прекрасно провожу время. Впервые за столько времени чувствую себя счастливой». «Но смотри, аккуратнее. Не вздумай рассказывать всё мужу. Да ты что? Он меня убьёт, наверное». Прошёл год. Валентина с Андреем продолжали встречаться тайно. Он дарил ей подарки, которые она благополучно отдавала Софье, так как домой принести не могла. Давал деньги на различные покупки, радовал приятными мелочами. В какой-то момент он даже признался, что любит её. Валентина ответила взаимностью. «И что нам теперь делать?» – спрашивала Валентина, положив голову на грудь Андрея. Он смотрел на неё и нежно перебирал пальцами её волосы. «Не знаю. Может, всё бросим и уедем куда-то?» «Ты серьёзно?» «Да. А почему нет? Здесь твоя семья, муж. Всё это тянет тебя назад и не даёт полную свободу». «Прекрати. Я не собираюсь уходить от мужа и бросать детей». В этот момент Андрей даже изменился в лице, но сдерживал свои эмоции. Валентина заметила это, но ничего не сказала. Ещё через неделю всё стало сложнее. Андрей резко изменился. Он стал ревновать Валентину к мужу и детям. Заваливал её эсэмэсками, звонил. Раньше он делал это осторожно. Сейчас же его звонки стали частыми и навязчивыми. «Не знаю, что с ним произошло. Он так изменился. Постоянно звонит. Причём делает это в любое время дня и ночи. Приходится ставить телефон на беззвучный. Один раз позвонил по-пьяному. Сначала наговорил всяких гадостей, а потом доставал с извинениями», рассказывала Валентина Софии. «Ну что могу тебе сказать? Ваш роман затянулся. Нужно бросать его. Иначе попомнишь мои слова, подсунет тебе какую-нибудь свинью». В этот вечер Валентина долго думала, а когда всё проанализировала, решила медленно отдаляться от Андрея. Внезапно она стала очень занятой, устроилась на работу, стала реже общаться с ним по телефону и отвечать на сообщения. Андрей же сходил с ума, заваливал сообщениями, часто звонил, поджидал у подъезда, магазина, у летней школы. А когда Валентина сказала ему, что не хочет его больше видеть, стала угрожать рассказать всё мужу. Валентина не придала значения этим угрозам. Она заблокировала его в социальных сетях и везде внесла Андрея в чёрный список. Чуть позже в жизни Валентины стали происходить странные случайности. Сначала кто-то пробил колёса на их автомобиле, затем будто топором прорубил металл на машине с той стороны, где обычно сидела Валентина. Но когда Валентине стали подбрасывать фотографии, на которых была она сама, её дети и муж, она испугалась. В этот вечер она набралась смелости и всё рассказала мужу. А когда все отношения были выяснены, Валентина забрала детей и уехала в деревню к матери. Через несколько дней ей позвонил кто-то с незнакомого номера и долго молчал в трубку. «Андрей, это ты? Я же знаю, что ты. Я тебя больше не боюсь. Муж о нас всё знает. Можешь теперь оставить меня в покое». В трубке послышались длинные гудки. Больше Валентине никто не звонил. Осенью к тёщиному дому подъехала машина. Это был Фёдор. Увидев его, Валентина вышла во двор. «Как живёшь, Валь? Я скучаю по тебе». «Так и быть. Один-один. Ничья. Возвращайтесь. Не могу я без вас». «Ты всё шутишь?» «Нет, я серьёзно. Приехал за вами. Собирайтесь». В этот же момент из дома выбежали дети. Они обняли отца и крепко прижались к матери. Наконец, вся семья была в полном составе. Валентина. Заゴись. Аэриël. Рmuş. Б forte. Оré. Лучше.